Микс Ньюс У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Добрый день! В эфире Радио Болтком программа Разворот И сегодня в эфире ведущая я Рита Трошкина В студии звукорежиссер Евгений Копеин И у нас сегодня очень интересный и замечательный гость Игорь Боленский Искусствовед, писатель, журналист О нем очень долго можно рассказывать Он автор более 100 интервью со знаковыми персонами Просто такими знаковыми в мировом смысле Среди которых Солженицын, Ростропович, Катрин Денев Галина Вишневская и очень много еще других И он автор более 20 книг, нескольких фильмов Он читает лекции в Духовной Академии Тбилиси Проводит авторские путешествия по Грузии, Армении Стамбулу, Парижу и разным другим интересным местам О чем мы поговорим, надеюсь, сегодня Он исследователь русской эмиграции И его еще называют Человек-энциклопедия Но я бы даже уточнила Человек-энциклопедия искусства Человек-энциклопедия культуры Да, можно, Игорь, так называть? Здравствуйте! Здравствуйте! Я бы назвал себя просто одним словом биограф Ну, конечно, и я занимаюсь судьбами Потому что, как Михаил Афанасьевич говорил Что самый лучший изобретатель Самый лучший придумщик Это сама жизнь Потому что так придумать, как придумывает судьба Сочинить невозможный Поэтому мне остается только записывать За моими удивительными собеседниками И в этом отношении, конечно, я человек очень счастливый Потому что, правда, довелось повстречаться С какими-то невероятными персонажами С участниками века, я их так называю Потому что это люди, которые творили биографию эпохи В которой мы жили и живем Ну, вот и можно, наверное, сказать, что вы такое связующее звено Между людьми, эпохами, странами даже Я уж бы так на себя не брал Такое громкое звание Это мы так скажем Я просто человек, который записывает Пишет то, что ему интересно И очень счастлив в том, что это оказывается интересно И моим читателям и слушать Но я не просто так это сказала, эту фразу Потому что буквально вот вчера В воскресенье 5-го числа Вы у нас не просто так в Риге А вы приехали с такой замечательной культурной миссией И проводили моноспектакль И лекцию по картинам Валентина Серова Да, судьба Валентина Серова и его героев И я очень счастлив, что было так много слушателей Что был полный зал И даже на балконах были И для меня, конечно, это было... Но дверь не сломали Дверь не сломали Это же Рижане Это же интеллигентный Да, это такой наш металитет Да, конечно Ну и вот одна из слушательниц Одна из зрительниц Которая вышла после вашей лекции Она сказала как раз такую фразу Что было ощущение Картины заговорили И было такое ощущение Что вот Игорь Аболенский Он из того времени просто пришел И принес к нам вот эти вот истории Они ожили Я передаю вам слова Я совершаю действительно путешествие во времени Я все-таки хочу верить, что я из этого времени Но действительно, когда происходит встреча С этим великим прошлым То невольно погружаешься Я когда рассказываю истории То передо мной Не хочу говорить какие-то банальности Или пафосные вещи Но правда как-то я представляю этих героев И когда я рассказываю про знаменитый портрет Шаляпина Я невольно представляю Как сидели в трактире Шаляпин, Коровин и Серов А Федор Иванович, он ведь был Ну скуповатый человек И всегда считал деньги И в трактирах делал очень скромные заказы Он заказывал водочку и огурец И когда приносили счет Он все равно это внимательно подсчитывал И вот как-то Коровин решил его разыграть И они с Серовым условились Что они попросят в счет Вписать жареного поросенка И вот Федор Иванович Как всегда выпил стаканчик водочки Закусил огурчиком А приносит счет И он смотрит Водка Ну была, да Огурцы были Поросенок Он говорит Костя, поворачиваясь в сторону Коровина Какой поросенок? А Коровин говорит Федя, какой ты молодец Что ты заказал поросенок Он был такой вкусный Поворачивается в сторону Серова Шаляпина Говорит, Антон А Серова называли Антоном Потому что он был Валентин Но называли Тоша, Валентоша Так он Антоном Он сказал, Антон, в чем дело? А Серов отвечает Слушай, пальцы до сих пор пахнут этим поросенком Ушки, такие были ушки зажаренные И разыграли Федор Иванович И когда я это рассказываю То вот Не то чтобы они оживают передо мной Но как-то эти картинки Картинки предстают И мне кажется, что зал Зал это ощущает И чем прекрасны вот такие вечера для меня Что я сам вместе со своими слушателями Совершаю путешествия Потому что я Когда была эта замечательная выставка Валентина Серова В Третьяковской галерее в Москве Прочел, наверное, 10 лекций На самой экспозиции И казалось бы, я мог уже рассказывать Про картины Как, знаете, рассказывают прогноз погоды Не глядя на полотно Говоря, что здесь это, здесь это Но каждый раз, когда я приходил И видел интересы, внимание слушателей Я вновь загорался И каждый раз, когда приходят Новые зрители, новые слушатели Каждый подмечает что-то свое Вот даже сегодня Я утро начал Волшебно совершенно Я отправился в Рижскую биржу Где невероятная выставка Художника Богданова И он называет Богданов Бельский Бельский это псевдоним Он себе взял по уезду, где жил И я получил Какое-то колоссальное удовольствие Такой укол счастья Прививка счастья И я ходил, любовался И есть очень интересное у него полотно Это ирисы Я посмотрел Мне очень, конечно, понравилось Я потом прошел весь музей И понял, что я должен вернуться И вернулся И смотрю, стоит пара Женщина с ребенком И матушка объясняет ребенку Что смотри Вот эти ирисы А сквозь них зеленая трава И посмотри, как написана эта трава Словно какая-то тайнопись Словно это слова зашифрованные Я подумал, боже мой А мне даже в голову не пришло такое сравнение Да, так что Вот я был так признателен Что такой необычный вывод они сделали С вами очень приятно ходить по Риге Потому что вот мы сейчас шли на радио пока На каждом шагу просто останавливайтесь Смотреть такими невосторженными Прекрасными светлыми глазами вокруг И говорите Ох, как красиво Ох, как красиво Потому что, знаете, очень просто быть счастливым Для этого нужно захотеть И увидеть красоту Правда, говорили же, да, что красота Она в глазах смотрящего Но вот я вижу красоту всегда Тем более в Риге Здесь и большого таланта-то не надо Просто поверни голову налево Голову направо И приподним Но это восторг, конечно Вот мы с вами сейчас проходили через этот парк И плывет кораблик А в канале отражается небо Которое пробивается сквозь листву И уличные музыканты начинают играть Ну, чудо же Это надо увидеть И плюс еще есть имена Которые нас объединяют Я имею в виду Ви Артманы Расскажите, пожалуйста Да, это моя была очень большая любовь Я тогда только начинал Свою, с позволения сказать, журналистскую карьеру И Ви Артманы приехала в Москву И мне так захотелось с ней повстречаться Я очень волновался Потому что, ну, это живая легенда Она очень быстро согласилась на встречу И я знал уже тогда Что как-то в Риге у нее не очень просто Складывают соотношения По-моему, выселили ее из квартиры В общем, ну, было как-то все не очень просто И я думаю, сейчас я задам ей Самые оригинальные вопросы Говорю, Ве Францевна А вам хочется в Ригу? Ожидаю, что она скажет Да нет, что вы, я хочу остаться в Москве Она говорит, очень хочется Я так хочу в Ригу Я так соскучилась по Риге И меня так в Москве Огорчает, что нет солнца Ни одного кусочка вот чего-то Чего-то желтенького Чего-то яркого И мы с ней сели Она взяла салфетку Мы заказали кофе Кофе она так и не притронулась И из салфетки она делала Какие-то немыслимые фигурки И она рассказала мне всю свою жизнь За это время Да, она рассказала историю Своих отношений с мужем Которые были очень непростые И когда его не стало Вроде бы могло прийти какое-то облегчение Что вот она осталась одна Свободно Артманин сказала мне Я его похоронила Пришла домой И вдруг поняла, что больше никогда Я его не увижу Что никогда больше не раздастся Вот этот шум ключа В замочной скважине Я никогда не увижу его плащ на вешалке И я поняла Что это была любовь И она рассказывала Здесь был тот случай Когда не нужно было задавать вопросов Я слушал ее И очень ее, конечно, полюбил Потому что для меня Ви Артман все-таки в первую очередь Была актриса из фильма «Театр» И когда мы с ней побеседовали Мне захотелось сделать ей какой-то подарок Я узнал, когда она уезжает в Ригу И успел в последнее мгновение Прибежать на вокзал И принес ей большой-большой букет нарциссов И она сказала Боже мой, Игорь Вы подарили мне солнце То солнце, которого я не увидела В Москве И поставила в своем купе Этот букет И вот с этим букетом Она уехала Вы ее провожали на хвост? Да Она уехала в Ригу И, конечно, сегодня Обязательно отправлюсь На могилу Ви Францевны И обязательно принесу ей Уж я не знаю Найду ли я нарциссы Найдем нарциссы Найдем нарциссы Это очень приятные Такие воспоминания Мы надеемся, что когда-то Они войдут, может быть, в очередной Есть уже книга У меня есть книга В этой книге я описал встречу У меня двухтомник Называется «Четыре друга эпохи» И «Четыре подруги эпохи» Это мои беседы С легендарными женщинами С легендарными мужчинами Такая попытка Отчасти мемуаров, наверное, даже Потому что я описываю Те, с кем свела меня жизнь И Ви Францевне, конечно, посвящена Отдельная глава Мы знакомы хорошо с Кристианой Димитера Это дочка Ви Артмана И вот Марис, наш фотограф Который вошел Он тоже с ней дружит Большой привет И поклон Как-нибудь мы вас при случае Тоже познакомим Она очень интересный художник Так что еще одна ниточка Связующая вас с Латвией Появляется И давайте, может быть, сразу Проект, который мы очень надеемся Еще увидеть не раз вас в Риге Потому что нам очень нужны Такие встречи, такие лекции Как я надеюсь Еще раз Не раз увидеть Ригу Увидеть вас Увидеть слушателей Потому что Ведь очень важно Чтобы состоялось Чтобы произошло событие Чтобы был отклик С той стороны Зрительного зала И я когда выступал Я видел Телиться замечательно Это внимание Эту реакцию Которую я ожидал И, конечно, был очень рад И для рижского зрителя Я готов выступать Всегда с большим удовольствием Так что приглашайте Да, обязательно Из-за Серова отдельное спасибо Тем более, что Вот мы прочитали Что вам он снился даже Пока вы вели лекции Ну мы с ним Я когда готовлю свои вечера Очень много читаю И настолько мы уже с ним Ну, конечно, не сроднились Я не посмею так сказать Но сблизились И да, он мне уже снился Потому что эти работы Которые для меня не оживали Когда я приходил на свои выступления Но самое удивительное Именно удивительное Что закончилась выставка А мои выступления О Серове продолжаются И это ли не лучший показатель Подлинного величия Правда? Потому что Ну, можно Некрасивое слово Раскрутить человека На время выставки На время какого-то события А потом интерес пройдет И значит, что ничего особенного Ничего настоящего и не было А вот Серов Это то чудо Которому хочется прикасаться Вне зависимости от того Стоишь ты перед его полотном Или видишь его на репродукции Тут совпало время и место И еще личный ваш взгляд Интерес И любовь к Серову Потому что я помню Вашу фразу Как вы сказали Вот наше время закончилось Во время лекции Но я вас все равно Не отпущу Хотите вы или нет Сидите Я вам еще про несколько Мне хотелось рассказать У меня ведь знаете Какое было соприкосновение С Серовым У меня была удивительная Собеседница Которую я написал книгу Ее звали Вера Ванна Прохорова Она оказалась связана Со всем цветом российской культуры Она была внучка Гучкова Это был московский городской голова Чей родной брат Принимал отречение Николая Второго Она была дочка Последнего владельца Трехгорной мануфактуры Ее так и называют Прохоровская Она была самая близкая Подруга Рихтера Она дружила с Фальком Она была знакома С Борисом Пастернаком Она была дружна С Еленой Сергеевной Булгаковой Она дружила С Юрием Нагибиным Уникально Через запятую Можно назвать все фамилии И у нее над кроватью В комнате Висел портрет ее матери Надежды Боткиной У нее мама была Урожденная Боткиной Еще одна линия Еще одна династия И Ее портрет писал Серовка Когда она была девочка А родная Тетка Матери моей героини Чтобы не запутаться Двоюродная бабушка Она была замужем За Ильей Острауховым А Остраухов Это замечательный художник Который был Смотритель Третьяковской галереи После смерти Павла Михайловича Который был С позволения Сказать импресарио Серова Который все-таки Был именно художник И он был далек От всяких бизнес Проектов И вот ему Остраухов помогал И Вера Ивановна Рассказывала мне Про Остраухова Про дядю Илью И тоже все это оживало Оживало в рассказах Человека Который Все это видел Своими глазами Игорь Вот когда вас слушаешь Постоянно мысль Такая возникает Что как все переплетено Как все тесно Исключительно Ведь так оно и есть Посмотрите Вот даже Рига Сколько Сколько имен Переплетено с Ригой Я Был вхож в дом Лили Юрьевны Брик Лили Юрьевны самой Уже в живых Конечно не было Но была жива Жена Ее пасынка Инна Юлиусовна Генц И Инна Юлиусовна Она общалась С женой Сергея Изенштейна Вот Да Я расспрашивал Про Изенштейна И как я был рад Когда я приехал В Ригу Увидеть эти дома Какие-то невероятные Кружева Сделанные Отцом Изенштейна Мы остановились Перед перерывом На такой знаковой Фамилии Для Риги И для вас Также Это Изенштейн Это фамилия Знаковая Для всех Я вчера путешествовал Немножко по Латвии Отправился В Юрмулу И когда Бродил по этому Бесконечному пляжу Я вспомнил Как Изенштейн Рассказывал Он был маленьким Совсем мальчиком И был пленен театром И со своим другом А другом оказался Никто иной Как Максим Штраух Они решили Для Дача была в Юрмале Решили разыграть Спектакль Синяя птица Пригласили соседей Главные зрители Были соседей Единственное было условие Нельзя уходить Во время спектакля Подстраховались На всякий случай Но я думаю Что спектакль Наверное Они сделали Очень хороший И как-то Юрмула Тоже для меня Была совсем другая Потому что я Вот гулял Смотрел на эти сосны На это море И понимал Что то же самое Видел Эйзенштейн Потому что Ничего не поменялось А потом мне показали Дом творчества Бывший дом творчества Писателей Я почему-то вспомнил Роберта Рождественского Который ведь столько Здесь замечательных Стихов написал А я подумал А как же здесь Не написать стихи Когда такая красота Ты выходишь В эту бесконечность Этот сосновый лес Это море А потом мы были В церкви Владимирской церкви И вот что называется Благодать И конечно Это благодать ощущается Ну а Если говорить Про связи с Ригой Они Они очень крепки Потому что Вот мой Еще один проект Он посвящен Михаилу Афанасьевичу Булгакову И его музам И конечно же Рига Рига это родина Елена Сергеевна Давайте поподробнее Про это То есть мы очень надеемся Вас увидеть Очень скоро Даже может быть В конце лета Ну да Мы говорили о том Чтобы в августе Может быть состоится Премьера для Рижан Уже несколько Моих вечеров Было в России Посвященных Булгакову Это тема Михаилу Афанасьевичу Исполнилось 125 лет Со дня рождения И я рассказываю О тех женских судьбах Которые Были в судьбе Михаила Афанасьевича Это И его первая жена Татьяна Николаевна Лапа И вторая жена Любовь Евгеньевна Белосельская Белозерская И конечно же Третья жена Елена Сергеевна Булгакова Мне очень нравится Как сказал Замечательный Булгаковед Так бы его назвал Анатолий Смелянский Он сказал что Елена Сергеевна Булгакова Может и не была Маргаритой Однозначно Да Мы же всегда спорим Кто был Маргаритой Но то что она Ее сыграла Великолепно Это правда Я думаю что Она была отчасти Маргаритой Что-то конечно Из судьбы Самой Елены Сергеевны Сподвигла Михаила Афанасьевича Придать какие-то черты Елене Сергеевне Но я думаю что В Маргарите Есть что-то И от Любови Евгеньевны При том что Любовь Евгеньевну Как-то вторую жену Как-то всегда Одной краской рисует Такой черной Что такая она была Женщина Которая не поняла Чуда Которая послала ей Судьба Известен случай Когда То ли друзья У нее дома были То ли она сама Громко слушала Патефон И Михаил Афанасьевич Который писал Сказал Любочка Нельзя ли потише Я работаю Она ему ответила Тоже мне работаешь Достоевский что ли Раба Потерпишь И Михаил Афанасьевич Может и просил Но не забыл И другая должна была быть Спутница У Михаила Афанасьевича Собственно она и была Послана ему Богом Ею стала Елена Сергеевна Вот как раз Та самая прекрасная Рижанка Но при этом Я хочу защитить Любовь Евгеньевну Потому что Как знать Если бы не она Появился бы у нас Бек или нет Потому что ведь Михаил Афанасьевич В Стамбуле не был Он не решился Ступить на палубу Корабля Который отправлялся Из Батуми В Константинополь А Любовь Евгеньевна Решилась И она ему рассказывала О Константинополе Сегодня когда мы читаем Бек Мы представляем Кажется что человек Что Михаил Афанасьевич Ходил с блокнотом И просто записывал Все как происходит И когда я провожу Путешествие По Стамбулу Вот вижу Мраморные ступеньки Храма Который Ведет к русской церкви В районе Каракей И мне кажется Что по этим ступенькам И ходил генерал Чернота Или вижу дом И думаю А не здесь ли Тараканьи Бегата были И вот пожалуйста Я считаю Что Любовь Евгеньевна Нужно ей тоже Вернее Нужно ей поклониться За то Что она Так подробно Ярко рассказывала Михаил Афанасьевич Об этом Первая жена Татьяна Николаевна Которая Ну даже можно сказать Незаслуженно забыта Потому что не все знают Это имя А при этом Тася он ее называл Это была большая Любовь его жизни И знаете как интересно Она приехала Из Самары К нему И он ее повел Ей было совсем немного лет Она была гимназистка И он привел ее Во Владимирский собор В Киеве Сам был еще студентом И показал на фреску На этой фреске Понтий Пилат Допрашивает Христа И мы думаем А когда он задумывался Над мастером и Маргаритой Ставим какие-то даты Да пожалуйста Вот еще Тася Которая даже невестой не была А уже тогда Опять все переплетело Конечно И как это интересно Что мы говорим о Булгакове На самом деле говорим о времени Потому что путешествие по биографии Для меня Это путешествие по времени И самое главное Что во время этого путешествия Встречаются Такие интересные персонажи Которые тоже как-то иначе открываются Ну например У меня есть проект Который называется Близкие люди Это книга целая Даже получилась Моих бесед С детьми Внуками Женами Вдовами Великих героев 20-го столетия Я был знаком С Александрой Ильиничной Ильф Это дочь Ильи Ильфа Который для многих Писать Автор 12 стульев Золотого теренка Ну может одноэтажной Америки А для меня он Такой пронзительный певец любви Потому что Александра Ильинична Мне позволила Опубликовать письма Отца Ведь Ильф очень рано не стал Он умер от туберкулеза Тогда в 30-е годы Не умели еще Лечить эту болезнь Осталась вдовой Его жена Маруся И она прожила большую жизнь Она умерла уже в 80-х годах И вот когда не стала мамы Александра Ильинична сказала Она посмела открыть Шкаф мамы А долго не могла открыть Потому что Ну запах мамы Был очень тяжело Больно И когда она открыла Она увидела перевязанную Красной ленточкой Пачку писем И она начала читать эти письма И оказалось Что это письма о любви То есть Ильф писал жене Жена ему отвечала И в этих письмах Предстает совсем другой Илья Ильф Такой тонкий Такой пронзительный Такой настоящий И я очень рад Что я сумел Частично эти письма Опубликовать А при чем здесь Ильф И Булгаков Да потому что Есть такая легенда Будто бы Ильф с Петровым Прочли мастера Маргариты И сказали Михаил Афанасьевич Выкиньте Всю линию Понтия Пилата И тогда Напечатают И мол Имск ответил Михаил Афанасьевич Но если даже Вы не поняли Ложь Неужели Ильф с Петровым Не поняли Всю гениальности Что самое-то главное Там это как раз История Понтия Пилата И Ишова И Александра Ильинична Которая унаследовала Отцовское чувство юмора У него на визитной карточке Было написано Александр Ильф Дочь Ильфа И Петрова И она мне сказала Что конечно Папа не мог Такого сказать И он отдал должное Гению Михаил Афанасьевич Все вы же понимали Что это за Все настоящие писатели Понимали И вот мне тоже Очень приятно Что я рассказывая О Булгакове Могу сослаться На повествование Живых свидетелей Происходившего Очень будем ждать Этот моноспектакль Ваш Потому что слышали Много уже Откликов Хороших От зрителей Московских Спасибо Спасибо Я буду очень рад И вот в вашем цикле Там близкие люди Там у вас И мама Андрея Миронова И вдова Вертинского Лидия Вертинская И дочь барона Врангеля Да Насколько я понимаю И дочь Хрущева Ищу все эти персонажи Но я все-таки хочу У нас времени не очень много Остановиться на Еще одной теме Ниточке Еще одной Которая опять же С Ригой связана Каким-то таким боком Интересным Неожиданным Это Перасмани Это вот эта история Любви Перасмани и Маргариты Да Перасмани Который Откуда появилась тема Миллиона Алхрос Я начну с того Что откуда в моей жизни Появилась тема Перасмани Безусловно Ты художник Которого Имя которого Известно Которого совершенно Не обязаны все любить И я когда например Пришел в Национальную галерей Грузии Я шел С чувством Долго восхититься Клеенками Перасмани И случилось Совсем наоборот Он мне не понравился Как же так Перасмани Весь мир Восторги А мне не нравится И я начал водить В Национальную галерей Своего сына И показывал ему Перасмани И через его восторг Я полюбил Перасмани Ну о Перасмани Дочери Кирилла Мы же с вами уже знакомы Придумали Придумали Купил не миллион алых роз Но купил все цветы Которые продавали В Тифлисе И она уехала Действительно Поезд ее унес И спустя время Уже в конце 60-х годов Когда была выставка Перасмани В Лувре Она приходила На эту выставку Ее никто не знал И просто обратили внимание Какая-то женщина Ходит и ходит Ходит и ходит И в конце концов К ней подошли И сказали Вот вам наверное Интересен Наш грузинский художник Был такой Николос Перасмана Швили А женщина обернулась Она стояла Как раз возле полотна Возле клеенки И сказала Да знала я Перасмане Только я Выглядел немножко по-другому И тогда поняли Что это та самая Маргарита А еще мне было интересно Узнать Вознесенский писал О Перасмане или нет Миллион алых роз Собственно имя-то зазвучало Когда Пугачева спела На музыку Раймонда Пауза Пожалуйста И я позвонил Зое Борисовне Богуславской Андрея Андреевича Уже не было в живых А Зоя Борисовна Богуславская Вдова Андрея Вознесенского Жива, здорова, дай ей Бог Многих лет Она мне подтвердила Конечно Конечно Это посвящено Перасмане Конечно Это посвящено Грузии Которую так любил Вознесенский И я понял Что все складывается И вот появилась книга Знаете Какие интересные продолжения Вообще Вот эти судьбы И встречи История Имеют Во времени Да Это потрясающе И пригласим Раймонда Вальдемаровича Пауза Обязательно Потому что его музыка Она тоже сыграла огромную роль И я была потрясена У меня культурный шок был Когда я услышала Как южнокорейские девушки Ансамбль поют На корейском языке И в Японии, конечно На японском Эти песни Так что это не только Вот на нашем пространстве Совсем мало времени осталось Я должна спросить про Грузию Это у вас совершенно Не случайная страна В вашей жизни Более того Если вы нам захотите То расскажете Про женщину Которая привела вас в Грузию Да Конечно захочу Я пропою про нее История женщины Это Приглашение к счастью Как вы сказали Да Это правда Это ваша фраза Ее звали И зовут Хоть ее уже нет Сегодня с нами Софико Чаурели Любимейшая моя Грузинская актриса Из-за которой Я собственно Грузию и полюбил И первый раз Я в Грузию Отправился к ней В гости Приехал И И обрел счастье Действительно И сегодня Я могу повторить Слова Католикос-патриарха Всего Грузии Ильи Второго Которым я тоже Написал книгу Называется Она Время веры Пять лет я встречался Со святейшим Записывал его воспоминания Расспрашивал про родителей И святейший сказал Я не знаю Я в Грузии Или Грузия во мне Я сегодня Говорю те же самые слова Потому что Грузия для меня Это Даже не вторая родина А это страна Которая Точно такое же место Занимает в моем сердце Как и Россия Много книг написано О Грузии Надеюсь еще будет Много Осенью Будет премьера Моей книги Такой будет Путеводитель По Тбилиси Но путеводитель Не направо-налево Посмотрите А путеводитель По судьбам Тех удивительных людей Которые Которые жили В этом городе Которые создавали Его славу Мне очень нравятся Слова Баланчина Который урожденный Баланчевадзе Он сказал Город людьми одевается И я бы перенес Эту формулу И на Ригу И для меня Рига тоже Людьми одевается Это и Елена Сергеевна Булгакова И Сергей Изенштейн И Вия Артманы Прекрасно Да И много-много Других имен Которые просто Мы в силу Ограниченности времени Не успеем назвать сейчас Поэтому Я всех приглашаю В Грузию Я провожу путешествия По Грузии На моем сайте Игоря Боленский Есть расписание Так что Если вы хотите Прямой рейс из Риги Пожалуйста Меня знаете Что поразило Игорь Вот когда В 2008 году Был конфликт Россия и Грузия Вот я прочитала У вас Кстати на сайте Католикос Патриарх Илья II Да Вам сказал При встрече Что Вы один из наших Невзорванных мостов Да Что только человеческие отношения Только культура Могут связать Эти ниточки Которые мы теряем По своей глупости По своей Я не знаю Недостатку терпения Ума Мудрости Мы теряем это А кто-то должен их связывать И вот эти ваши истории Книги Истории людей В первую очередь Да Наверное Все-таки очень-очень важны Еще и в этом плане Для каждой страны То есть мы Если параллель от Грузии Проведем Я очень надеюсь Что все-таки Победит здравый смысл И если можно обмануть ум То нельзя обмануть сердце И сердце Никогда не даст нам Забыть Потому что сердце Оно чувствует Любовь Правда И чувствует Не любовь А я думаю Что между нами Все-таки есть любовь Очень большая И я брожу По Риге Восхищаюсь И происходит то Что собственно И должно происходить Происходит Идти навстречу друг другу Конечно У Шварца Мне очень нравится В одной из сказок Есть такая фраза Диалог такой Вы не скажете Что там наверху происходит Я в последнее время Стал плохо видеть Сегодня каждый сам Для себя решает Что он видит Вот так и получается Мы выбираем Модель отношений Мы всегда выбираем И хочешь быть счастливым Будь им Я всех призываю Быть счастливыми Да тем более в Риге Тем более в таком Волшебном городе Когда утром Сквозь эти дома Пробивается солнечный луч И ты выходишь И вдруг играет орган А из кафе доносится запах То ли блинчиков То ли вафель А где-то аромат кофе А где-то восторженные туристы А где-то плывет кораблик Где-то играет музыканты А в бирже выставка Богданова Бельского И сейчас вы пойдете Смотреть на дом Маргариты Маргарита Ну конечно И также в Национальный музей Обязательно И так много всего Что нам надо еще сделать Всем вместе Спасибо вам Игорь За то что вы приехали Спасибо вам за Ваше такое отношение К Латвии Ко всему вообще К миру Вот такой человек мира Ну программа наша Подходит к концу Давайте еще раз Вот пригласим всех В августе На встречу Я приглашаю Сейчас же мы живем Все в социальных сетях Вот приходите Я все свои впечатления Эмоции Фильмы Все есть На моей странице В фейсбуке И на сайте И в инстаграм Так что всегда Можно быть В контакте И даже сейчас Я шел к вам Я получил письмо Из Стамбула Мне пришли Сейчас мемуары Человека Который в 30-х годах Жил в Стамбуле Вот описывает Воспоминания Как это было Так что может быть Какие-то истории Придут и из Риги Я очень открыт Общению И очень благодарен За ваше внимание За эту программу И очень надеюсь До скорых встреч Спасибо Это была программа Разворот В эфире был Замечательный наш гость Искусствовец Журналист И писатель Игорь Аболенский Спасибо